Итак, давайте начнем со знакомства. Я начну с себя. Зовут меня Ксения. Я работаю в дата-анализе, в BI уже довольно-таки приличное количество времени. И в настоящий момент, параллельно с основной деятельностью, я занимаюсь преподаванием. В частности, я вовлечена каким-то образом в курсы аналитик данных HR-аналитика VOTUS. Сегодня мы с вами будем как раз-таки говорить про первый из них, про аналитика данных, посмотрим, как это все выглядит. Так что, на самом деле, я здесь сегодня, чтобы поделиться немножечко практическим опытом из того, что я делаю, скажем так, на ежедневной основе. И очень хочу показать какие-то моменты полезные, подсказки какие-то дать, которые, возможно, вам покажутся полезными в вашем собственном профессиональном развитии. Так что, давайте немножко сориентируемся по карте. Маршрут у нас сегодня будет с вами вот такой, как вы сейчас можете наблюдать на слайде. Мы уже начали знакомство. Мы поговорим об VOTUS как проекте. Дальше перейдем непосредственно к теме нашего вебинара. И еще в качестве такого приятного расширительного бонуса поговорим в целом о том, как устроен наш курс и каким карьерным высотам или широтам, в зависимости от того, к чему бы вы хотели прийти. И, собственно, к чему придем, к чему есть шанс прийти. Окей, пока есть немножечко, опять же, времени на старте. Я попрошу вас в чат рассказать о себе немножко, чтобы у меня было понимание о том, кто у нас сегодня присутствует в качестве гостей, в качестве слушателей на открытом уроке. Я очень, на самом деле, люблю, ценю такой интерактив. Ну, собственно, здесь про правила тоже стоит сказать. Поскольку мы находимся в режиме вебинара и голосом пообщаться, к сожалению, не сможем, я призываю всех быть активными в чате, комментировать, задавать вопросы. Ну, просто потому, что это позволит, может быть, корректировать программу мероприятий по пути. Ваше представление, да, ваши пара слов о себе позволят мне лучше понимать, кто у нас сегодня присутствует. Комментарии, вопросы, опять же, позволяют понять, что вам кажется более интересным, что, может быть, показалось непонятным, да, из презентации. Поэтому так будет точно эффективнее. Ну, в принципе, да, какие-то свежие мысли, идеи. Бывало такое, что прям по ходу открытого урока мы находили какую-то классную проблему, которая потом ложилась прям в качестве практического задания в курс. Так что можно еще и поучаствовать в создании программ. Ну, наверное, да, за чатом я буду наблюдать время от времени, да, то есть не переживайте, если вы задали вопрос, он висит. Я доберусь до логической какой-то паузы в презентации, посмотрю в чат, ну, и дальше уже поймем, обсуждаем сразу, либо еще, да, там, даем какой-то лак небольшой, оставляем на конец. Ну, в общем, все будет зависеть от вопроса. Так что давайте же знакомиться с, собственно, проектом. Я думаю, что кто-то из присутствующих сегодня уже не впервые присутствует, да, сори за тавтологию на мероприятиях УТУС. Может быть, вы уже даже немножко что-то читали, смотрели сайт, да, как минимум серфили по тем программам, которые доступны. И на самом деле здесь хочется отметить тот факт, что, ну, онлайн-школ много, конечно, да, и всегда можно открыть, там, условный Ютуб, что-нибудь еще и найти вагон информации по тем же самым, казалось бы, темам. Но мое личное отношение к этому вопросу состоит в том, что время все-таки иногда ценнее. И если у тебя есть возможность получить какие-то знания, приобрести какие-то практические навыки за более короткий промежуток времени, это стоит попробовать. Собственно, вся, да, деятельность УТУС как проекта, как такой команды единомышленников, которые, ну, громко сказано, но правда связаны идеей поделиться своими знаниями с теми, кому они нужны. И вот в этой мысли, наверное, таким самым, ну, важным лично для меня является то, что мы берем примеры, мы берем идеи для программ курсов, да, иногда даже целую архитектуру из практики. То есть преподаватели, которые участвуют в разработке уроков, преподаватели, которые ведут эти уроки, да, это практикующие боевые специалисты, и, соответственно, для нас же важнее сделать программы максимально сжатыми, краткими, компактными, но при этом полезными. Ну, собственно, потому что, да, мы в вас, в студентах, видим своих будущих коллег. Лучше научить сразу на курсах, чем доучивать потом в бою. Естественно, что, да, какие-то вещи постигаются только на практике, это абсолютно нормально. Но если мы можем максимально подготовить горящих и желающих на вот таком старте, да, ну, не в бою, а в режиме учебного, что ли, существования, тем лучше. Приятным бонусом является то, что, опять же, да, те курсы, которые мы предлагаем в рамках проекта Отус, это официальненько, то есть это то, что может быть, да, принято работодателем, такие все еще есть, да, кто требует какие-то официальные документы о том, что вот я прошел программу профессиональной переподготовки по дисциплине аналитика данных, все в этом роде. В общем, здесь вы можете не переживать. То есть по итогам прохождения программы вы получаете, собственно, официальное инфо, да, о том, что вы закончили, в каком объеме вы это прошли, что за модули, что за темы были в программе. И практика показывает, что этого более чем достаточно в случае, если нужно подкрепить, да, подтвердить профессиональную подготовку с этой точки зрения. Если говорить немножко про масштабы, ну, здесь я даже, наверное, не вижу смысла прям сильно чего-то зачитывать, цифры на слайде говорят сами за себя. Нас много, мы давно, и уже приличное количество людей успело познакомиться с программами, успели порешать задачки, да, проверить свои силы в подготовке итоговых проектных курсовых работ. И на самом деле, опять же, что отдельно приятно, это то, что вот эти тысячи студентов, которые прошли через разные программы ОТУС, они же и в том числе помогли улучшить качество, да, того, что мы делаем, и это продолжается. То есть мы продолжаем развивать программы, мы учитываем фидбэк, ну, в частности, если не ходить куда-то далеко, я пересобирала полностью программу курса Data Analytics после пилотного запуска, да, то есть действительно показалось из фидбэка, что можно сделать это еще более увлекательно, да, более эффективно, и другой порядок расположения банально уроков позволит ребятам гораздо быстрее вникнуть в процесс. Так что, наверное, здесь хотелось просто сказать, что проект живой, и мы не стремимся один раз что-то запилить и потом радостно это таскать из потока в поток, да, материалы всегда меняются, примеры обновляются, и... Но мы стараемся приносить свои какие-то свежие примеры из практики, да, там, где это возможно с точки зрения всех вот этих NDA-ев, коммерческих тайн и прочего. Так что я заранее сразу приглашаю вас присоединяться. Ну, а некоторое такое демо того, что вы увидите в курсе аналитик данных, мы с вами сегодня пройдем, и состоять оно будет, конечно, из теории, из кусочка небольшой практики, так что давайте будем начинать. Так, я краем глаза смотрю в чат, я вижу, что у нас есть уже комменты, да, есть опыт, прекрасно, прекрасно. Хорошо, ну, тогда давайте будем переходить непосредственно к теме. И на самом деле, видя, да, комментарии и помня о том, как именно звучал анонс нашего сегодняшнего открытого урока, я бы сказала, что, может быть, для кого-то из присутствующих, ну, мы начнем прям совсем с азов, да, то есть вы услышите что-то, что слышали уже сто пятьсот тысяч раз, но если не шутить про повторение, мать заикания и прочее, на самом деле в курсе аналитик данных мы приглашаем, ну, ребят, да, не обязательно там уже имеющих прям такое четкое хорошее представление о том, кто такой аналитик данных, чего он делает и все в этом роде. То есть входные критерии, они достаточно общие, мы еще позже с вами на них сегодня посмотрим, но мне показалось, что будет все-таки важно пройти от самого начала через несколько, да, там, простых примеров, разложить это все еще раз по полочкам и перейти к каким-то, ну, может быть, фишкам и лайфхакам, которые позволят уже даже сведущих в написании запросов людей улучшить свой подход к обучению, к обучению, к практике в этой части. Так что цели у нас сегодня будут выглядеть примерно так. Мы поговорим о том, зачем вообще SQL аналитику данных и, ну, в целом, да, есть ли шансы как-нибудь самостоятельно это все дело побороть, может быть, мы тут зря с вами собрались, никого ничему учить не надо, пошли, почитали работы. Мы посмотрим на АЗТ-теории, поговорим про доступные инструменты и то, как в целом организовать себе достойную практику с точки зрения написания запросов не в режиме, да, какого-то механизированного, да, да, нет, нет, есть вопрос, попробуй подбери под него правильный ответ с нужными отступами, как сделать это более гибко, более душевно и в целом, как окунуться в этот процесс и не возненавидеть его через два часа. Ну, и посмотрим на то, как в практике можно пользоваться этими самыми онлайн-инструментами, не обещая, что мы проведем в этой части сильно много времени, но, опять же, просто потому, что, к сожалению, у нас с вами сегодня времени не так много, хотелось бы рассказать много всякого, но давайте будем пробовать. В любом случае, да, опять же, в зависимости от ваших комментов, вопросов, я буду посматривать за тем составом материалов, которые у меня сегодня есть, будем посмотреть. Ну, самый важный вопрос, да, что это такое вообще, зачем оно нужно аналитику? Ну, если я вас сейчас попрошу ответить на этот вопрос, а давайте попрошу, будет интересно. Напишите, пожалуйста, в чат, как вы думаете, зачем в целом эта красота? Если вдруг есть кто на звонке, да, на вебинаре, те, кто не знает, что такое SQL, ну, сорян, медитируем пару минут. Спасибо. Прекрасно у нас, пока смотрю в чат, еще присоединяются люди, это хорошо. Так, я, давайте еще минуточку повешу, потому что я не очень хорошо представляю, какой у меня дилей. Так, вот, вижу, есть ответы. Так, отлично, получать информацию с БД, макрос и Excel, хороший вариант, спасибо. Да, вот тоже прекрасный комментарий по поводу ситуации. Супер, да, спасибо большое за ответы. На самом деле, главная мысль, как мне кажется, ухвачена. Давайте буквально, да, секунды проведем на слайде с определением, потому что, ну, на самом деле, все те, кто понял, ну, прочитав тему вебинара, захотел на него пойти, на таком уровне представляют, что существует некоторая штука из трех букв. Это structured query language, это структурированный язык запросов, SQL, 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 как угодно, да, то есть вариантов произношения масса. Холиварить на эту тему, пожалуй, не стоит. У нас не настолько все-таки все плохо, как у джевистов и, прости господи, джевистов. Так что, я думаю, здесь просто каждый выбирает, как удобно, и все друг друга понимают. Мы, в целом, будем относиться сегодня к SQL, как, ну, к такой достаточно общей, да, конструкции. Я не планирую погружаться в какие-то конкретные тонкости, связанные с конкретными BD. Сейчас про них мы тоже чуть-чуть поговорим. Но здесь хочется сказать, что, окей, есть данные, они где-то лежат, нам их оттуда надо как-то добыть. Соответственно, существует определенный стандарт. Этот стандарт выражен в языке SQL, и на самом деле он прям даже закреплен силами, да, и сторонами Американского национального института стандартов, как это положено делать языками программирования. Но на самом деле коммерческие BD имеют свой собственный диалект, расширяют возможности языка, видя какие-то, да, варианты для улучшения. И, соответственно, можно найти за рамками стандарта много всякого прикольного. Но если мы говорим о том, зачем эта вся история для аналитика, да, то есть с какими юзкейсами, с какими сценариями вы можете потенциально столкнуться. Естественно, что в идеальном мире с розовыми единорогами мы приходим в компанию, мы называемся Data Analytic, у нас есть какое-то хранилище данных, из которого можно прям готово коннектиться своим любимым тулом, да, будь то какое-то BI-решение, какая-то, да, там, программа для визуализации, Python, что угодно. Коннектимся к готовым витринкам, все очищено, красиво структурировано, исследуем, красота. На самом деле, в реальности далеко не всегда, да, даже в большой интерпрайзной компании все данные всегда готовы для анализа, все очищено, все структурировано, все агрегировано так, как вам нужно. Скорее, нет, чем да. Ну, просто потому, что, да, иначе не было бы потребности в аналитике данных. То есть эта роль называлась бы как-то иначе. И она, ну, наверное, требования были бы несколько именно иными. Бывает, что когда дата-аналитик приходит в компанию, он встречается с коллегой, разработчиком баз данных, может быть, админом БД, который говорит, я все напишу за тебя, скажи, что надо, да. То есть такой кейс тоже встречается, но тоже не всегда. То есть такой вариант для меня, наверное, даже менее позитивный, просто потому, что если ты словами объясняешь, да, какого рода источник тебе нужен, ты иногда тратишь больше времени, чем если бы написал это сам. Ну, и мой любимый пункт из раздела «Зачем?» Да, заказчик точно знает, что он хочет. Ну, опять же, к вопросу про анализ, да, и про поиски каких-то закономерностей, ошибок, чего-то еще, да, каких-то взаимосвязей. И это процесс творческий, процесс исследовательский. Скорее всего, запрос может быть в виде «Сделайте мне, пожалуйста, хорошо, вот вам датасет вперед». Собственно, вот эти три пункта, они и составляют в итоге, да, какое-то поле для деятельности аналитика данных. И знание SQL на достаточном уровне позволит вам решить и задачку про исследование, и сэкономить себе время, готовить самостоятельно источники для дальнейшего анализа, да, готовые по структуре, готовые по наполнению, готовые по, там, частоте обновлений, допустим, да, то есть таким образом мы играем в команде вместе с разработчиками BD, если они есть, но фокусируемся немножко на разном. Ну, и, соответственно, если вдруг мы на середине пути понимаем, что мы бежим не туда, ну, опять же, имея свои собственные прикладные навыки на этот счет, легче будет что-то менять на ходу, дописывать, переписывать, переагрегировать, таким образом, чтобы найти ответ на вопрос эффективнее, иногда даже правильнее, потому что, ну, это не редкость. Иногда в ходе работы ты понимаешь, что вообще не то, все не то, и мы были неправы, когда ставили какую-то первую изначальную гипотезу. Так что, я думаю, такой общий ответ на вопрос, зачем он уже есть, весь он на экране, ну, а в детали мы с вами сейчас немножечко нырнем. Если говорить о том, до какого уровня вам нужно будет прокачиваться, ну, да, поскольку нет предела совершенства, можно потрясающие вещи писать с помощью SQL. SQL, на самом деле, ну, если мы, да, обратимся к профессии DB-разработчика, там можно вот этот список еще вниз продолжать, он за пределы экрана благополучно вылезет и где-то там на полу закончится. По факту, когда мы говорим про аналитику, путь будет выглядеть примерно так, как вы сейчас видите на слайде. То есть мы начинаем с каких-то базовых задач, то есть вот у нас был комментарий в чате на тему того, чтобы получить информацию из БД. То есть здесь нам вроде как первого пункта достаточно, то есть мы умеем что-то выбирать, мы умеем это дело как-то группировать, сортировать и фильтровать по условию В, задавая определенные ограничения. Хорошо, но дальше мы начинаем сталкиваться с тем, что данные, как правило, находятся не в одном месте. Нам надо учиться это все дело корректно соединять или объединять, да, и при этом не ломать то, что было изначально. Дальше начинается, вот где-то здесь в районе третьего, четвертого пункта начинается непосредственно аналитика, то есть когда мы учимся правильно результат, ну то есть вот на этапе пункта 1-2 у нас получается, как правило, простыня, то есть большая таблица, которую мы получили, и нам с ней надо дальше чего-то делать. По сути, здесь работа дата-аналитика может ветвиться. Можно пойти в визуализацию и с помощью визуального метода исследовать то, что у нас получилось, и есть BI-решение Business Intelligence, платформы для визуализации, которые позволяют это делать легко. Мы, опять же, да, в рамках полного курса мы с ними знакомимся, то есть там дальше каждый сам для себя выбирает, что ему более удобно использовать с точки зрения именно аналитики, да, ответов на какие-то вопросы. Если мы выбираем все-таки код написания запросов, то тогда пункт 3-4 это сюда. Мы учимся применять функции, коих бесчисленное множество, то есть начиная от каких-то знакомых из школы, универа бытовой, обычной жизни, функций среднего, максимума и так далее. Мы можем применять какие-то расчеты на уровне наших запросов, мы можем трансформировать наши данные через строковые функции, мы можем что-то делать с датой и временем. То есть это все сюда. Дальше мы погружаемся в тему большей аналитичности, да, то есть здесь звучат страшные слова про временные таблицы, аналитические функции, ранжирование, всякие разные вещи. И на самом деле вот эти вот 4 поинта этого уже достаточно. То есть если мы с вами посмотрим на описание вакансий дата аналитиков, а мы на них сегодня еще посмотрим, то вы увидите, что это в целом так и есть. И опять же, да, из практики собственного прохождения интервью, из практики проведения технических интервью с аналитиками, да, по репортингу и визуализации, вот в районе 1, 2, 3, 4 происходит такой достаточно жесткий тест. Части про 5 и 6, да, вы видите, что это про оптимизацию, про эффективность и про какую-то рая часть, то есть когда мы не только добываем, но еще и сами что-то загружаем, создаем. По сути, вот такого небольшого чек-листа достаточно для того, чтобы иметь условный middle, да, промежуточный уровень в этом. Естественно, что каждый, опять же, из этих пунктов можно обмотать максимальным количеством уровней сложности, можно много чего, да, то есть по большому счету вывод всех продаж построчно с ранжированием, да, это пункт номер 4, и расчет конверсии или чего-нибудь отсюда же, это тоже пункт 4, в общем-то функции одни и те же, подход один и тот же, просто этажей будет побольше, ну и запутаться проще, поэтому, в общем-то, все решается через практику. Но мне кажется, что именно сам по себе, да, само по себе положение дел, о том, что в целом вы уже на одном слайде видите какой-то план, это прекрасно, то есть это к вопросу о том, что при желании изучения, да, освоения языка запросов на достаточном для работы уровне, для вполне себе, да, боевой продовой работы, не интерской, не новичковой, а вполне себе аналитической, вполне достаточно. Так что здесь хорошая новость. Окей, давайте теперь прекрасный вопрос разберем, который про самостояшечку, да, то есть, ну, вроде как окей, ты только что сказала, что все вот это вот доступно, план есть, все просто, можно идти смотреть, да, какие-то онлайн-курсы самостоятельные, в которых есть все эти буквы, и начинать это дело все проходить самому, смотреть видео, читать мануалы, что же не так. Но на самом деле здесь есть по большому счету два пункта, да, в том, что делает дата-аналитика дата-аналитика. Первое – это в целом, как ни странно, аналитический склад ума, да, то есть готовность к тому, чтобы нырять в массивы данных, уметь понимать, что там происходит, видеть, готово, да, определять, оценивать, готово оно к анализу или не готово, и что-то с этим делать дальше. Ну, и второе, да, это, собственно, тот самый сиквел. Практические навыки работы с одной из промышленных СУБД, то есть вот эти два пункта, они в разных формулировках будут в любой вакансии, вне зависимости от компании, от степени, ну, скажем тогда, продвинутости. Ну, пожалуй, в условном интерне-стажере может быть из разряда и ничего не надо, главное – горячие глаза. Но если вы хотите зайти в профессию не с такого, да, там, совсем минус первого этапа, а с уже каким-то более приличным порогом и с точки зрения задач, с точки зрения, естественно, компенсации этого дела, вот два пункта, которые нам нужны. Это можно освоить самостоятельно, но практика показывает, практика на самом деле своя собственная, потому что я как раз из лагеря самоучек, и мне пришлось в свое время в большей степени самостоятельно ободать всю эту красоту. Если бы была возможность на тот момент, да, обзавестись хорошим наставником, тренером, человеком, который бы корректировал меня не через сто пятьсот тысяч проб и ошибок, а прямо на ходу, было бы быстрее. Ну, не могу сказать, что я прям сильно опечалена таким сценарием развития, было прикольно, но после, да, уже когда мне доводилось нанимать в команду новичков совсем с какими-то базовыми навыками, да, доучивать их потом в процессе, помогать, подсказывать, ну, вывод очень простой – время. То есть все зависит от того, сколько времени вы готовы инвестировать в самообучение, насколько вы дисциплинированно подходите к самому себе в этом вопросе, и насколько вам важно или не важно иметь возможность задать вопрос человеку, ну, вот прицельный, да, то есть не загуглить и найти заранее написанный кем-то ответ, а прямо вживую спросить, получить живой ответ и быстренько пофиксить то, что не получается. Так что в целом резюме примерно такое. Итак, давайте мы с вами посмотрим, есть ли у нас что-нибудь с вопросами. Пожалуйста, дайте узнать. Так, и появилось еще немного комментов по пути, пока мы с вами шли по слайдам. Дата аналитики NoSQL, ну, на самом деле, эта часть, она с точки зрения, ну, вот, двух упомянутых базовых скиллов ровно та же самая, просто назовем это так, чуть-чуть перестраивается отношение к инструментарию, то есть вся тема про NoSQL, вся тема про настоящую Big Data, про обработку неструктурированной информации, она не менее популярна, чем, в общем-то, да, классические СУПД, про которые мы сейчас с вами будем говорить. И на самом деле, если, да, у нас с вами сегодня нет задач прям серьезно погружаться в классификацию тех инструментов и методов, которые прям вот вообще все можно изучить, расклассифицировать и все такое, здесь я бы сказала, что, опять же, основы будут нужны в любом случае, неважно, да, вы потом пойдете работать в зону больших данных или корпоративной аналитики, или в продакт, или куда-то еще, но стартовая точка, она общая, она в любом случае будет не лишней. Ну, а все, что касается анализа, сейчас устребовано, тут ни прибавить, ни отнять, рынок продолжает, ну, если не бурлить, то так, бодренько побулькивать, вот, потому что я думаю, каждый из присутствующих, да, представляет, сколько информации генерится в реальную секунду в современном мире, насколько во многих российских компаниях эта тема только, вот, только-только начала оцениваться по достоинству, и здесь сомнений нет в том, что в целом, да, тема дата анализа будет востребована еще много времени. Почему нас не заменят роботами, я чуть позже тоже расскажу, да, потому что это, наверное, одно из самых любимых лирических отступлений на этот счет, про востребованность DA, про востребованность визуализации данных, так что давайте припаркуем этот момент и пойдем дальше. Так, я еще раз обновляю чатик, чтобы точно ничего не пропустить. Ой, спасибо за вопрос. Сколько времени понадобилось для самостоятельной работы SQL на уровне middle? Ну, смотрите, то есть на этот вопрос, если не рассказывать всю историю профессионального становления жизни, я бы сказала, что я заработала на нормальном медловом уровне за пару лет. Но это был такой специфический кейс, потому что, по сути, основной деятельностью моей в то время был вообще менеджмент, и техника, вся вот эта вот история про аналитику данных и датавиз, она была скорее хобби, которое удачно вписывалось в основной контур работы. Поэтому в свободное от основной работы время ты пробуешь решать какие-то свои задачи боевые через код, через написание запросов, у тебя что-то не получается. Но реально от уровня, когда я просто пишу какие-то простые селекты, создаю базовые вьюхи и чего-то делаю, до уровня, когда я могу наколбасить хороший, полноценный, сложный запрос под отчет, которым будет пользоваться менеджмент. Ну, прошло года два-два с половиной, но я затруднюсь сказать, сколько там было чистого времени именно на эту автономность. Но это вот такой прикладной пример, как ты без саппорта пробуешь это делать. Гуглишь, что-то ломаешь, потом исправляешь, и, наверное, теряешь какое-то приличное количество времени. Спасибо большое за вопрос. Да, это действительно стоит того, чтобы проговорить подробнее. Так, про искусственный интеллект, про чат, GPT и прочее. Давайте тоже ближе к концу поговорим, будет там хороший момент, где мы это дело затронем. А пока пойдем дальше и чуть-чуть теории зацепим. Ну, на самом деле, у меня нет задачи вас сегодня прям утопить в довольно унылые местами теории баз данных, потому что, по большому счету, опять же, на уровне практикующего ДА это требуется в минимальном объеме. Но, опять же, для тех, кто сегодня пришел с минимумом представления о том, что такое запросы к БД и прочее, я просто хочу немножечко разложить по полочкам термины, чтобы было легче ориентироваться потом в тренажерах, в мануалах и всех прочих тех материалах, которые у вас останутся после нашего с вами сегодняшнего вебинара. Собственно, когда мы говорим про ПД, мы говорим про некую, не некоторого такого, в меньшей степени сферического, в большей степени табличного коня в вакууме. Как правило, это набор таблиц, которые между собой как-то связаны. Таблицы должны быть двумерными. Соответственно, в них есть, да, мы сейчас не представляем шкафчик с книжками из Интерстеллара, все гораздо проще, мы смотрим на двухмерные таблички, в которых есть столбцы и строки. Строки должны быть идентифицированы уникально, то есть в этой ситуации мы думаем о том, что вот у нас есть какой-то список с продажами, мы должны каждую продажу мочь однозначно отличить от другой продажи. Либо если у нас есть список сотрудников, да, мы должны их, опять же, даже полных тезок друг от друга отличать, как правило, и как правило, для этого служит какой-нибудь айдишничек. Если мы с вами подумаем про, да, там известный каждому из нас с вами бытовой пример, мобильные банки, номер телефона, который сейчас стал практически, да, универсальным айдишником для человечества, ну, по крайней мере, в рамках России, куда ни плюнь, везде просят мобилу. Вот, соответственно, она используется в качестве этого самого ключа для нас с вами, как элементов, кусочков данных, ну, в базах, допустим, там, того же Сбера. Вот, как один из вариантов, да, ничего не могу сказать про Сбер, не видела изнутри, но предполагаю, что как минимум какая-нибудь похожая табличка существует. Столбцы таблицы, они же поля, вот, соответственно, они должны иметь уникальные имена, и мы, даже глядя, да, на одну одинокую ячейку, которая гордо называет себя таблицей, все-таки понимаем, что если у нее есть, ну, если это ID, если это дело как-то названо, окей, одна ячейка уже таблица, нет предела совершенству, расходимся. Ну, как бы шутки шутками, но на самом деле вся вот эта, да, небольшая простая история про то, что, ну, как в целом, да, определить базу данных, как в целом определить ее элементы как таблицы, это все сюда. С точки зрения аббревиатур, ну, опять же, в ходе нашего с вами дальнейшего разбора будем разбираться с таким чудесным буквосочетанием, как с UBD, оно же Database Management System, DBMS, система управления базами данных, и, по сути, ну, вот окей, у нас есть таблицы, которые где-то свалены, да, то есть на условном сервере, либо на вашем локальном домашнем ноуте, как бы база, как бы данных, но как бы не совсем, потому что нам нужно видеть, умочить видеть вот эти отношения, да, то есть на скрине можно немножко различить, что есть некие сущности, продукты, инвойсы, заказчики, клиенты, ордера, все вот в этом роде. Нам нужно какое-то ПО, которое нам позволит в этом всем ориентироваться. И, собственно, с UBD нам это позволит сделать, и многие вещи, да, которые в допетровскую эпоху делались на коленочке, либо через написание кучи кода, программы делают за нас, вот это прекрасно. То есть мы здесь уже с вами экономим время, так что, опять же, хорошая новость. Если, да, вот приводить какой-то такой маленький квадратный гнездовой пример, то мы можем с вами иметь две вот таких таблички. То есть у нас есть некие продажи, и мы их храним отдельно. То есть вот получаем их отдельно, есть у нас дата, есть у нас количество проданного товара, по какой цене мы это дело продали, и есть код. И у нас есть отдельный справочник про группы, ну, да, назовем это категориями товаров, которые мы имеем сложенными отдельно. Если мы это все дело соединяем через простой маленький запросик, то мы уже получаем более адекватный отчет, который позволяет нам не только понять, что когда отчет было продано, но и уже больше информации извлечь о том, что за категория-то была. Здесь, конечно, немедленно возникает вопрос о том, ну, окей, с товарами-то чего, да, то есть что дальше. И вот для того, чтобы мы могли дальше разобраться с тем, какие конкретно товары были проданы, кто там лидер, кто там не лидер, кто молодец, кто не молодец, мы должны еще, да, там, обогатить нашу таблицу, сделать ее еще шире, получить информацию о том, что за, собственно, что скрывается под этими кодами. И у нас еще, да, более богатый на простые человеческие слова датасет получится в итоге. Здесь, как правило, возникает вопрос, а почему бы нам не хранить сразу все в одном месте, да, то есть зачем мы занимаемся вот этим всем, почему так. И на самом деле, опять же, если мы с вами вспомним про те объемы информации, которые генерятся ежесекундно, это вопрос эффективности, это вопрос правильного поиска и это вопрос того, что если, да, взять и попытаться сцепить все совсем, оно не провернется никогда. То есть там даже можно говорить про суперкомпьютеры, мейнфреймы и прочее, но если мы имеем дело с, допустим, компанией-брокером и информацией про трейдинг, да, то есть про покупку, продажу валютных пар, ценных бумаг и всякого такого, там ежеминутно сотни тысяч клиентов производят какие-то действия. Если мы это попытаемся все собрать воедино сразу и так держать, мы это потом использовать не сможем, потому что мы не дождемся ответа на вопрос даже вот про такой простой выбор, да, когда мы просто берем все из таблиц. Поэтому нам с вами придется смириться с тем фактом, что какие-то вещи, да, как под такие справочники будут отложены отдельно, какие-то вещи про, да, список событий будут разложены отдельно, и на самом деле здесь есть целая, ну, тут можно целый курс на тему того, как это все правильно складировать, развернуть, ну, просто потому что это про date warehousing, это про дорогое ДВХ и про людей, которые отвечают за то, чтобы данные лежали, ну, логично, правильно, эффективно для того, чтобы потом с ними работать, и здесь я даже прям не буду сильно останавливаться. Что хочу сказать, это то, что, ну, по факту, да, вариантов, какие базы данных бывают, каким, через какие системы управления мы можем к ним законнектиться, и как нам с этим потом работать, имен очень много, да, то есть вот каких-то ребяток, которые постоянно на слуху, и которые постоянно возглавляют разного происхождения рейтинги на тему СУБД, я привела на слайде. Естественно, что-то из этого бессовестно платное, что-то из этого вполне себе бесплатное, и здесь, наверное, еще один нюанс, который часто всплывает, но который, опять же, не стоит игнорировать, это то, что SQL с точки зрения мелочей синтаксиса, с точки зрения каких-то вот таких, ну, не скажу, что пунктуационных, да, моментов, но все-таки с точки зрения нюансов написания запроса, в зависимости от того, с кем, с чем вы работаете, будет чуть-чуть отличаться. Критичным для работы дата-аналитика это не является, потому что, единожды, разобравшись с, опять же, основой, какие-то тонкости освоить, да, опять же, на практике, либо немножко почитав мануалы, можно будет без проблем. Опять же, на своем собственном примере я начинала учиться на MyScale. Дальше, когда началась эра уже, ну, скажем так, да, боевой разработки, я перешла на SQL Server, попутно проклиная его негибкость и всякое такое, ну, там тоже есть своя специфика, вот, с точки зрения дружелюбности среды, в которой ты пишешь запросы, да, назовем это так, в сравнении с набором Tool of для MySQL. И сейчас я работаю на вообще принципиально другой, с точки зрения организации хранения данных, штуки, именуемой Vertica. И, на самом деле, я не могу сказать, что я вот в какой-то момент залипала на тему, как же я перейду, я же всю жизнь на другом Tool я работала. Тут такого нет. На самом деле, если ты не можешь сходу прорубиться через конкретную, да, там, конкретный спойлер, конкретные функции, ты это дело гуглишь. У всех упомянутых и неупомянутых ребят прекрасная техническая документация. Так что здесь, в общем-то, сложностей, как правило, нет. Свободно распространяемые BD-шечки я привела. Еще, опять же, чуть-чуть позже скажу, почему именно эти. Но, в целом, я думаю, что идея с точки зрения, да, вот такой кросс-платформенности, кросс-BD-шности, она должна быть плюс-минус понятна. Если отвечать на вопрос, как нам, собственно, выбрать СУБД для обучения, да, то есть на чем учиться, вариантов, ну, десятки, да, то есть тут масштаб трудновато оценить. Но если мы возьмем, да, там, первый рандомный рейтинг из DB Engines, то мы увидим все знакомые названия, да. Если интересно, можете посмотреть, почитать. У ребят там описано, как именно они строят этот рейтинг. Там вовлечено много факторов, начиная от того, чего люди гуглят, и заканчивая обсуждениями всякого рода тем, и в том числе, мне кажется, даже вакансии, да, скиллы из вакансии они анализируют. Но, в целом, там перечислен весь набор, да, того, что дает этот рейтинг. Вот, но взять и заранее сказать себе, я пойду работать в компаниях, в которых будет строго SQL Server, или строго Oracle, или строго Postgre, не стоит на этом фокусироваться, просто потому что заранее угадать, скорее всего, не получится. А ограничения себе какие-то из-за этого навесить, ну, пожалуй, реально это не приведет ни к какому повышению эффективности. То есть нельзя сказать, что если вы вот строго выберете любовь всей своей жизни с точки зрения СУБД, это вам прям значительно поможет, да, в скорости освоения, назовем это так. Если мы находимся, да, уже на уровне медла, вот, на уровне какого-то такого среднего владения SQL, то для аналитика данных эти различия не являются существенными. Это все дело, ну, опять же, если вот свежайший опыт вспомнить, ну, как свежайшие полуторгодичные давности, переключение SQL Server на Vertigo в режиме очень боевом, назовем это так, ну, неделя. Ну, то есть, чтобы перестать спотыкаться о сильно разные вещи, да, там, условно сильно разные, и временами что-то подгугливать на тему конкретных функций. Ну, полтора года уже подгугливаю, в общем-то. Подгугливать мы продолжим с вами и будущие сеньоры, так что здесь нет никакого стыда, назовем это так. Если подводить какой-то небольшой итог по терминологии, да, DBMS, OBD – штука сложная. То есть, кроме, собственно, данных, кроме, собственно, софтинки, которые нам позволяют с этими данными работать, это все дело еще включает и, ну, какое-то железо, да, на котором это все хранится. И, собственно, специфику языка обращения к данным, которое зависит от конкретной софтинки. И те процедуры, которые в целом автоматом крутятся и позволяют нам получать часть данных уже в предобработанном режиме. То есть, все вот это про, ну, скорее, про разработку баз данных, про администрирование, про Data Warehousing и вот это все. Нас с вами, как дата аналитиков, прежде всего интересуют два компонента. Это вот эти, сами мы, people. Вот, просто для, там, опять же, администратора или архитектора баз данных люди – это еще и юзеры, да, у которых есть право, которым что-то можно читать, что-то не можно. Ну, в частности, да, у дата аналитика может быть доступ на чтение, но не может быть доступа на запись. Так, ну, большой процент существует. И ты в связи с этим теряешь какой-то кусок скилла, потому что, ну, в общем-то, ты не пишешь куски про модификацию данных, которые являются частью сиклума. Это, кстати говоря, частенько обходится стороной, и потом ты на техническом интервью такой, типа, я не могу ответить на этот вопрос, я все же читаю, но ничего не пишу. Вот, ну, то есть к вопросу, да, о однобокости некоторых ситуаций при работе с данными в зависимости от компании, в которой вы работаете. Опять же, это боль, с которой я сталкивалась сама, и мы постарались с ребятами, с коллегами эту боль отразить, ну, найти ей решение в курсе, чтобы со всех сторон посмотреть на вот этот пирожок, и если не прям, да, погрузить студентов полностью, да, потому что полностью это все-таки уже про разработку БД, но как минимум дать представление о том, что сикл – это не только про селекты и джойна, там еще всякие прикольные штуки есть, и их полезно хотя бы узнавать. Вот, примерно так. Давайте притормозим, посмотрим на чатик, посмотрим, есть ли у нас какие-то вопросы. Ой, прекрасные вопросы, спасибо большое. Есть, так, смотрим, смотрим, что у нас есть прокомментировать прямо сейчас. Похож на BD Access, но в целом, да. Ну, на самом деле, если, да, вот прям совсем просто говорить, все, что касается добычи данных, любой, да, неважно, Access, любой из вариантов сиквела 1С, с 1С разница будет только в том, что кириллицы писать. Вот, ну, грубо говоря, больше всего любые около сиквельные вещи похожи на очень простой английский. То есть, когда ты объясняешь, что тебе надо через набор команд. Как именно они будут расположены, да, какой у них будет порядок и как правильно задать параметры функций, будет зависеть от конкретного диалекта, но в целом, в общем, они все похожи между собой. И сразу отвечая на вопрос про, имеет ли смысл изучать MySQL, если используется Postgre, смысл имеет. Просто потому, что эти ребятки в целом не сильно далеко друг от друга ушли. Вот. И, конечно, если, да, вы имеете возможность вот прям найти заточенный под вашу конкретную СУПД, ну, программу, да, курс, это круто. Но ограничением не является. То есть, если под руку подворачивается хороший MySQL, почему нет? Вот. Мы, в частности, в рамках дата-аналитика, мы вообще не ограничиваем студентов тем, на чем они задачки будут решать. То есть, покажу, на чем можно. Вот. Но можно ставить SQL-сервер, можно ставить MySQL, можно на онлайн-тренажерах это делать. То есть, как бы от перестановки слагаемых с точки зрения техники здесь результат меняется, но не сильно. Михаил, на вопрос про DataLens отвечу чуть позже, когда к программе перейдем. Вот. Потому что сейчас сильно боюсь далеко в сторону уйти. Это одна из моих любимых тем на тему импортозамещения. Так что, да, я к этому вопросу вернусь. Спасибо большое за вопросы. Так. Смотрите. Теперь один из самых, на мой взгляд, вкусных кусков программы. Это, собственно, да, как подойти. Ну, по-честному, про как подойти к изучению SQL можно, опять же, диплом написать, не меньше. Но из каких-то реально прикладных вещей, которые помогали мне лично и которые я потом шарила с джунами, которые к нам приходили, с коллегами, это несколько вещей, которые мы первоначально считаем очевидны. Во-первых, вот банальнейшая история, абсолютно банальная, но я ее намеренно добавляю в презы, в уроки и открытые, и закрытые, просто потому что про взаимосвязь этих трех прекрасных компонентов не стоит забывать. Очень часто, и это, наверное, наследие нашей с вами растущей, сами знаете, откуда, системы образования, связь теории, практики и результата выглядит линейно. И выглядит это таким образом, что мы что-то послушали на лекции, потом у нас какой-то там условный семинар, мы это попрактиковали, и потом, когда мы докатились до реальной жизни, мы это дело как-то конвертировали в результат. По факту, если, ну, опять же, есть немножко знающие про управление проектами в IT, и те, кто слышал такие штуки, как waterfall, стиль, метод и agile, собственно, примерно та же конструкция. То есть когда у нас есть какая-то цель, мы линейно к ней премся и в конце получаем не то, это гораздо больнее, чем если бы мы делали более какие-то короткие куски пути, останавливались, проходили несколько кругов итераций, проверяли себя и получали результат более точным за более короткий промежуток времени. Есть мнение, что итеративные подходы удаленяют процесс, да, и надо просто правильно все планировать с самого начала, и тогда фейла с водопадом, да, с последовательным процессом не будет. Но с моей точки зрения так не работает, просто потому, что мир штука изменчивая, и если, да, мы не будем оценивать результат с точки зрения и практики, и теории, да, вот как бы такой обратный немножко отсчет, то мы реально можем получить результат, не имеющий отношения к действительности, даже если мы все спланировали идеально. В анализе данных это очень важно, потому что иногда через обратную, через вот эти вот круги мы можем найти какую-то мельчайшую опечаточку, которая переворачивает результат с ног на голову. Иногда мы просто, получив первые результаты, понимаем, что наша мысль была вообще не про то, и нам нужно копать в другую сторону и вообще другой лопатой. Так что здесь рекомендация к тому, чтобы не забывать себя перепроверять и по максимуму закручивать, да, этот процесс, не пытаться построить его линейно. Собственно, мы действительно из чисто теоретических знаний, да, когда мы просто что-то читаем или смотрим, навыки таким образом не формируются, да, то есть это уже про, там, педагогику, обучение и всякое такое. Естественно, все принято говорить, что, там, да вот, мы пойдем работать, начнем практиковаться, да все выучим. Это правда так, но ошибаться тоже нужно. И действительно ошибки приносят очень приличное количество, да, буста опыта. Я, наверное, опять же, никогда, вот, вся теория, которую я знала на момент, когда начала писать первый запрос с аналитическими функциями, вот, ничего из теории мне не помогло, а, там, десяток ошибок и проб, да, и переписывание сценария, которые произошли на этом пути, они прекрасно структурировали информацию, и я начала это закрытыми глазами как-то создавать. Ну, то есть, вот, это история про ошибки. И четвертый пункт, который я добавляю просто от себя и просто из того, что я вижу, да, слушая кандидатов на технических интервью, не бойтесь ходить на технические собеседования, даже если вы сейчас не собираетесь менять работу, менять профессию, да, конвертироваться в новое, просто потому, что без вот этого этапа невозможно быть достаточно натренированным для разного рода, ну, ситуаций, да, которые вас могут ждать на этих технических интервью. Если вы хотите все-таки превратиться в настоящего боевого дата-аналитика, да, или каким-то образом расширить свою текущую зону, ну, как это сказать, зону профессионального применения, то даже когда у вас вот только что-то базовое начало формироваться, имеет смысл пробоваться и имеет смысл проваливаться, не бояться этого, потому что тут будут одновременно и ошибки, и практика, и интеракция с другим человеком, то есть будет возможность понять, о чем спрашивают, а как спрашивают. И, ну, опять же, легко нагугливаются там типичные вопросы по сиквел к собеседованиям, типичные задачки, но как именно вы будете действовать, да, как ваш организм, сознание среагирует на такую ситуацию, вы узнаете только из опыта. И лучше, если это будет какая-то дефолтная тестовая конторка, а не компания мечты, к которой вы готовились. Поэтому здесь чем больше таких проб будет, тем лучше. Ну, из банального, где-то вам предложат онлайн-тренажер, да, с подсветкой синтаксиса, в котором вы будете писать свой запросик и видеть, работает она или нет, а где-то вас попросят написать на бумажечке, по стариночке или в блокноте, да, просто в текстовом. И там остается только верить в то, что, ну, ничего не перепутано. Ну, в частности, из опыта в блокноте задавались, ну, в обычном текстовом редакторе задавались задачки по сиквелу в Яндексе. Вот. Мы сами собеседуем в XNES, ребят, с онлайн-тренажером, просто потому что так удобнее. Ну, тут как привык интервьюер, да, как принято в компании, какие, насколько жесткие требования предъявляются к человеку. В общем, это все к тому, чтобы пробовать. То есть не бояться ошибаться, пробовать это, ну, любой фейл, это, конечно, да, там, эмоционально неприятно. Но если относиться к этому как к пробежке, как к любому физическому упражнению, когда, да, даже если мы делаем это медленно и редко, мы все равно делаем себя чуточку лучше. Вот отсюда. И по поводу инструментария, да, естественно, очень важный вопрос, потому что, ну, окей, мы умеем находить мануалы, туториалы, официальные техдоки самих провайдеров, да, самих организаций, которые являются разработчиками СУБД. Чего делать-то, да, то есть как, опять же, человеку, который только хочет нырнуть в Сюдыть, как с этим всем обходиться. И на самом деле большинство, ну, популярных, да, решений здесь позволяют установить себя локально, развернуть свою собственную БДшечку на Excel-ных, ну, на данных, загруженных из Excel, из CSE, и начать тренироваться, писать какие-то запросики, ставить себе задачки и так далее. Ну, вот тут есть, опять же, некоторые моменты. То есть если говорить про, вот, я хочу установить постгресс в себе, да, и начать с ним работать, либо MySQL. Я залинковала в презу два поста, которые, ну, показывают, да, опыт людей, ну, в первом случае опыт человека, который это делал, во втором случае просто описание от MySQL о том, как с их средой работать. По факту это можно. SQL-сервер можно себе локально поставить, но, если честно, это немножко такое сродни мазохизму занятия, потому что там очень много нюансов, и для человека, который начинает свой путь в IT, это будет слишком больно, на мой взгляд. Мне само этот процесс не показал сильно приятный. Если говорить в целом, да, о том, как, ну, сориентироваться в названиях софта и всякое прочее, по факту каждый, как правило, да, каждый коммерческий разработчик с УБД имеет свой собственный клиент, позволяющий коннектиться и работать. Можно использовать сторонние решения, которые умеют, например, сразу к разным типам с УБД коннектиться, то есть, ну, в частности, да, дебивер, дебифорж-студио. Дебивер вообще практически всеяден, ну, в сравнении с тем же дебифоржом, который умеет в MySQL и SQL Server. То есть, по сути, это уже на ваш вкус попробовать разные программы, которые позволят коннектиться к УБД и найти любимую, да, назовем это так. Здесь, опять же, по ссылке можно по порядка двух десятков посмотреть, какие есть, и почитать, чего из них платное, чего из них бесплатное, к чему они умеют коннектиться. То есть, это про, ну, такой обвязочный инструментарий. Но здесь просто, чтобы подвести небольшой промежуточный итог, для того, чтобы можно было качнуть эту программу и начать тренироваться, вам придется пройти шаг установки какого-то, да, вот, какого-то ядра, назовем это так, да, то есть к установке Postgres'а, либо SQL Server'а, либо MySQL Server'а на вашу локальную машину. И только потом уже наполнять это дело данными и писать селектом. Поэтому, если этот путь кажется вам через чужо запутанным, сложным вообще куча времени, есть еще два варианта. Первый — это задачники. Я не буду здесь упоминать классику, которая вываливается в поиске первой, да, если найти, ну, если выбить в поисковике что-нибудь типа тренажер по SQL, задачки, онлайн-задачки по SQL и так далее. Там есть совсем старые, классные, в жутком дизайне по-прежнему работающие порталы, но из чего-то более, да, там, свежего, модного, молодежного можно обратить внимание на вот такие три. Допустим, то есть здесь хорошо, что есть уже какие-то задания, которые вас погрузят в, ну, дадут дано, да. То есть это та задача, которая хотя бы задается, и можно уже начинать ее решать. Если у вас есть свой собственный какой-то датасет, да, и свои собственные вопросы, на которых вам приятнее искать ответы, ну, и в целом, да, интереснее, то онлайн-среды – это вообще, ну, в целом, да, просто место, куда можно запихнуть свое и начать пробовать тренироваться, опять же, решать задачки, которые вы нашли, да, или которые вам просто пришли в голову. Тут есть другой небольшой нюанс. Просто взять Excel-ник и пихнуть не получится. Надо будет поработать с практикой создания скрипта про загрузку данных в таблицу. Но это на самом деле неплохо, потому что эта самая практика, она как раз-таки выпадает зачастую, когда человек учится только на сдачниках, на тренажерах, и поэтому я смело буду дэмать сегодня именно часть про онлайн-среды, которые вам доступны и с которыми прямо сейчас можно начать тренироваться. Вот. Это то, что касается инструментария. Ну и про какие-то ошибки, да, и какие-то подсказки, которые я бы хотела здесь дать. Наверное, ну, естественно, все в любом посте про изучение любого языка программирования, может быть, кроме 1С, вы найдете коммент про английский. Ну, почему? Потому что, да, действительно, очень много вещей либо не русифицировано, техдоки могут быть не русифицированы, либо, да, какие-то обсуждения. Ну, зачастую ты не находишь ответ в Рунете, находишь ответ где-нибудь еще, и просто English хотя бы на уровне технического, да, вот это то, что принято называть технический уровень, когда можно читать там с помощью транслейтера, переводить, это уже хорошо. То есть если еще получается чего-нибудь писать, то вы сможете задавать вопросы самостоятельно, да, уже прекрасно. Ну, и чем дальше, тем лучше. Здесь это остается актуальным, каким бы импортозамещенным импортозамещение не было, вот, потому что все вот эти вещи, да, глобальные, про которые мы сейчас поговорили, они никуда не денутся. Тут мы еще долго ничего не импортозаместим, так что здесь можно не переживать, английский пригодится в любом случае. Пункт про теорию, да, про мануалы и в целом, ну, мы это уже затронули, но здесь я бы сказала, что реально еще никак не помогает, если просто тоннами что-то читать или смотреть, да, там, ездить в метро под какие-то гайды, очень маленький процент информации усваивается таким способом, даже если вы аудиал. Если закапываться в теорию, опять же, того, как человек осваивает, обрабатывает, и, что важно, на долгий срок сохраняет информацию, лучше всего закрепление нейродной связи происходит в момент, когда вы вынимаете ее из себя. То есть вот хихонько про то, что мы, да, лучше всего запоминаем на экзамене, да, учим много нового на экзамене, связано как раз с тем, что именно на экзамене мы извлекаем из памяти информацию, и она таким образом забивается в долговременную память гвоздями. Так что практика в этом плане прекрасна тем, что если, да, вы просмотрели какое-то видео и потом, закрыв вкладочку, пробуете это воспроизвести в тренажере, это уже работает на воспроизведение, и у вас уже фиксируется эта информация лучше. Если мы не, ну, подходим к решению практических задачек уже прям вот в каком-то более сложном, да, варианте, когда это, когда, ну, инструкция отдается не из разряда напишите вот такой набор команд, вы смотрите, что получится, да, то есть когда есть вопрос, а давайте поймем, зависит ли, да, там, объем, ну, количество, как это сформулировать-то правильно, в общем, есть ли взаимосвязь между арендой велосипедов, да, количеством арендованных велосипедов в сутки и погодой. И у нас есть датасет, собственно, с великом, с погодой, да, там, с градусом, всякое такое. То есть вот здесь два пункта последние, про которые мне хочется сказать, они про смысл. Перед тем, как вы, первый раз прочитав, да, постановку задачки, бежите сразу писать select, лучше притормозить и еще раз обдумать всю эту конструкцию, потому что, ну, это, к сожалению, очень часто встречающаяся у новичков тема, когда просто вроде, как я понимаю задачку, я сразу пишу, все вывожу, запрос работает, смысла в запросе никакого. То есть такое бывает, когда ты либо не посмотрел на данные перед тем, как их добывать, да, извлекать, либо ты агрегируешь то, что нельзя агрегировать, либо что-то еще. В общем, история, да, о том, что мы все-таки аналитики, на первом месте у нас что-то, что мы пытаемся проверить через написание нашего запроса, да, это какая-то гипотеза, ответ на какой-то вопрос. В общем, идея, которую мы хотим реализовать, это все сюда. Вот, соответственно, чем более правильно будет план, тем быстрее мы в итоге придем к правильному результату. У меня тоже был такой косяк в моей кодерской юности, когда реально запрос переписывался по 40-50 раз, потому что не был продуман нормально. Ну, тут палочка о двух концах, потому что поначалу, когда ты только учишься это делать, трудно сразу взять, представить вот конкретный скелет таблицы, которую я хочу получить так, чтобы она мне помогла. Это приходит, естественно, частично с практикой. Но это не отменяет того факта, что перед началом этой работы, перед началом написания запроса, вы должны хорошо представлять, что вы получите. Били линеечкой по рукам виртуально тех собеседующихся, кто просто писали, пытались решить задачку методом, написал строчку, выполнил, посмотрел, что получилось. Ага, написал еще раз, добавил пару условий, выполнил, посмотрел, что получилось. То-не-то, ага. Ну, то есть вот когда человек решает задачу, которая реально, если подумать, пишется в три строки кода и работает максимально эффективно, он ее через 15 раз решает. Ну, это как бы про то, что идеи на старте не было. И с этим стоит начинать работать прямо с самого вашего первого входа в эту часть. Вот, это касательно каких-то вот таких типовых ошибочек. Так что здесь, я думаю, не прибавить, не отнять. Практика у нас с вами дальше. Ну, как практика, то есть я хотела просто немножко показать, как выглядят те самые онлайн-среды вживую, да, то есть те вещи, с которыми вы вот прямо сейчас сегодня, сойдя с вебинара, можете открыть и попробовать что-нибудь сделать. Вот, но на самом деле, но на самом деле это, ну, прям, как сказать, не настолько демная дема, ну, давайте посмотрим в любом случае. Значит, смотрите, из того, что я использую в качестве вот таких тренажеров, ну, оба эти места, да, оба сайта я добавила в Prezo, это DbFiddle, это SQLFiddle. Этот красавец более удобный, но работает через раз, потому что, ну, как любая бесплатная штука без рекламы, да, живущая на донаты, он периодически ломается, поэтому он мне, скорее всего, вам не даст нормально себя показать, а может быть и даст. То, о чем я говорила в начале слайда с инструментарием, да, нет, в конце слайда с инструментарием, сори, то, что в этих обоих, обеих платформах нужно будет потренироваться в написании левой части запроса, то есть заполнении вашей виртуальной базы данных, собственно, данными. Если мы с вами вспомним те слайдики, да, с примерами плоских двухмерных таблиц, мы узнаем как раз то, что здесь происходит. Я, ну, опять же, да, не хочу никого уронять в обморок тем, что здесь вот так, да, то есть тут происходит что-то, но если мы с вами просто отставим панику и посмотрим на слова, да, мы увидим, что по большому счету мы простым человеческим языком говорим, что мы хотим создать таблицу с L1, в которой будет набор столбцов, да, определенного названия, определенного типа, и после этого мы запихиваем значения строчечки в эту самую таблицу, то есть вот таким вот образом, длинной-длинной простыней. Ну, здесь к вопросу, да, о том, что вот это все, конечно, бывает муторно писать в онлайн-тренажерах, но я здесь использую маленькие лайфхаки. Я, имея эти данные в таблице, просто пишу формулу со всеми вот этими вот кавычками, запятыми и прочим и копипачу сюда. Вот, и все, датасет у меня готов. Таким образом, у нас получается вот такая вот красота. Мы создаем вторую табличку с категориями. Это вот наш тот самый справочник из слайда, я думаю, вы помните. И сюда мы кладем код и группу, и опять же, такидываем все вот это. SQL Fiddle работает таким образом, что мы ему говорим по встроенному схему. После нажатия этой кнопки, нотика с схем готова, мы как бы имеем маленькую базочку из двух таблиц, написанную под SQL Server 2017. Ну, по большому счету здесь, да, обратите внимание, это вот к вопросу о том, про MySQL, Postgres, да, и вариация. Эти тренажеры позволяют вам различия пощупать, то есть понять, где, какая будет разница. Ну, вот в частности, из каких-то яростных, явных различий SQL Server и MySQL будет то, что в MySQL вы список количества строк при выводе будете ограничивать ключевым словом Limit 100 в конце запроса, а в SQL Server вы будете писать Select Top 100 from вот этого всего. Да, то есть, ну, это вот какие-то такие вещи, которые могут попасться на пути при работе с разными СУБД. Но если, да, возвращаться к нашему маленькому базовому примеру, то, ну, вот шаблон запроса, тот самый из презентации слайда, он у нас уже лежит. Если мы просто захотим выбрать все из таблички Sales и посмотреть, что у нас получилось, да, только у нас сейчас, конечно, все это сразу же навернется, потому что вот так должно быть, если он еще выполнится, конечно. Жалко. SQL Fiddle прекрасен интерфейсом, он простой и ненавороченный, но работает нормально через раз. Но у меня есть БК. Собственно, вторая платформа, которая называется DB Fiddle, и в которой мы в левую часть, да, в схему кладем ровно то же самое, она позволяет нам снова, да, потренироваться только здесь, ну, все то же самое, только местоположение кнопок, да, несколько отличается. Из вариантов, которые нам дает тыкать с точки зрения синтаксиса DB Fiddle, это тот же самый MySQL, тот же самый Postgres и SQL Lite, который по, опять же, синтаксису, по правилам, да, написание запроса ближе, пожалуй, к SQL Server и будет. Вот, поэтому давайте здесь попробуем исполнить то же самое, что я хотела сделать. То есть вот этот базовый Select, который у нас с вами здесь есть, запускается, и мы получаем наш с вами результат. То есть вот таким вот образом он выглядит. Ой, он не смог опять, да, жаль. Ну, собственно, хорошо, да, то есть мы с вами получили данные из одной таблички, дальше, да, учитывая, что мы вылетаем нещадно за время, я, простите, скопипащу все-таки отсюда этот кусок, и выполнив его, я получу табличку из второго слайда, да, из второго примера, где мы добавляли группу. Если мы, да, там будем продолжать эту историю, то, ну, я не знаю, давайте возьмем и что-нибудь типа MaxSalePrice выберем, чтобы, так сказать, подчеркнуть наше желание что-нибудь поагрегировать. То есть мы хотим узнать наибольшую цену, допустим. Тут, на самом деле, я, конечно, молодец в том плане, что надо было более насыщенной, да, по примерам подобрать запрос. Сейчас, да, это вот привычка из другого синтакса, как раз-таки, да, обратите внимание, то есть я здесь ничего не выбрала в качестве первого поля и не указала его название, и SQL Server так не умеет. Vertica и MySQL так умеют, а у меня уже привычка. Так что мы сделаем вот так, и мы получили с вами таким образом историю про Maximum Sales Price всей таблицы. Дальше мы можем подобавлять каких-нибудь еще полей, да, то есть посмотреть что-нибудь по датам, добавить, ну, вот, например, в частности, что бы мы могли сделать, допустим, да, это наш, опять же, sale price умножить на что там у нас было quantity. назовем его как-нибудь и получим просто дополнительное новое поле к нашему выбору. Вот у нас появилось больше информации, да, которой у нас не было до этого. Прекрасно, то есть буквально одна дополнительная строка, которую мы, опять же, имеем здесь в прямом эфире. То есть это, ну, достаточно простые примеры, но по факту, если, да, мы с вами вернемся к нашему слайду, сейчас я его найду и посмотрим, да, на уровень, ну, то есть вот в банальной терминологии мы с вами уже фактически три пункта посмотрели за пять минут, да, то есть, ну, на простом маленьком школьном примере, но тем не менее, то есть это та вещь, которая происходит вот прям вживую по максимуму. Поэтому здесь, что называется, совершенствование предела, вот. Я, да, я, конечно, хотела бы показать более какие-то навороченные штуки здесь, но не хочу прям, наверное, пугать с самого начала. Я думаю, что последовательный, да, вот этот подход, как мы работаем с этим в рамках курса, он позволяет по максимуму нежно погрузиться и не словить передозы информации на этом пути. Примерно так у меня сегодня выглядит, да, вот эта микродема. И на самом деле, пока у нас с вами остается времечко, я хочу небольшую, да, обзорную экскурсию по программе курса провести. Собственно, да, мы с вами находимся в разделе, да, мы переходим с главной странички в раздел аналитика, ныряем в аналитика данных. И здесь я хочу сказать чего. Во-первых, мы стартуем уже скоро, происходить это будет, начнет это происходить, вернее, 26 апреля. И заниматься мы будем по средам и понедельникам. Я каждый раз восхищаюсь, почему на среда и понедельник. Наоборот, ну ладно, это уже, наверное, профессиональная деформация визуализатора. Данные, которые должны быть упорядочены, логически должны быть упорядочены и визуально. Учиться будем 4 месяца. И по поводу входных критериев, да, тут есть у нас с вами момент. Тут еще мы с вами стримимся одновременно, что прекрасно. О том, что, по большому счету, какие-то базовые представления о SQL примерно на том уровне, который вы сейчас получили по ходу урока. Это Excel, да, хотя бы какие-то впечатления о том, что происходит в мат-статистике и прочем. Ну, на самом деле, опять же, да, вот если я промотаю сразу до программы, да, вот, собственно, наши необходимые знания про продвинутый Excel, про базу в области мат-анализа и статистики, базовые навыки программирования. Ну, желательно так просто будет проще, но если их нет, ничего страшного. Если нет Excel и вот этой вот красоты, ну, будет более потно, скажем так, потому что задачки на мат-стат, они присутствуют. Наверное, так, по поводу программы, да, то есть как мы это все видим, мы говорим на самом деле не только про хардовые скиллы аналитика данных, потому что вот в рамках следующего открытого урока через неделю, 19-го числа, я буду говорить о том, какие ветви, да, эволюции, какие пути эволюции есть у аналитика, у стартового базового аналитика данных, то есть кем можно быть, кроме, собственно, аналитика данных. И по факту очень часто в нашей профессии профили комбинированы, поэтому просто взять, выучить сиквел какой-нибудь, да, там тот же DataLens, скорее всего, только этого будет недостаточно, либо благодаря, да, там, зажатому скиллсету уровень, ну, количество доступных для вас предложений будет меньше. Поэтому в рамках курса мы рассказываем не только, да, про тот самый SQL, не только про BI-визуальный анализ данных, не только про Python, но и про, в частности, BI, да, про бизнес-анализы и про то, кто такой заказчик, да, как сделать ему хорошо и не умереть при этом. То есть все эти вещи взаимосвязаны, но их порядок, да, он сейчас выстроен таким образом, чтобы чередовать загрузку и к достаточно сложным мозголовным вещам, да, когда мы начинаем уже втыкаться мозгом в гипотезы, в проверку, в взаимосвязи, во все это, оно происходит ближе к концу, когда в ваших руках уже есть обширный инструментарий с точки зрения хардов. Заканчивается это все проектная работа, и здесь я традиционно говорю, что, ну, если у вас есть какая-то задачка, которую вы бы хотели решить, да, датасет, гипотеза, задел под визуализацию, под презентацию, good, но у меня есть три датасета с тремя постановками задач, которые я предлагаю в качестве проектной работы. Так что здесь в любом случае на выходе получается дешбордик и, собственно, те выводы, которые у вас получились, да, в качестве некоторого первого проекта в портфолио. Может быть, не первого, почему нет? Вот, и по ходу, да, прохождения модулей вы в любом случае обзаводитесь какими-то артефактами, шпаргалками, презами, материалами, которые вам в дальнейшем еще не раз и не раз предстоит открывать уже в бою, уже в рамках настоящей профессиональной деятельности. Так что программка выглядит вот таким вот образом. Вы ее можете себе, да, в более детальном виде получить. Тут где-то есть чудесная ссылка. Вот, если будут вопросы, в начале преза контакта были, приходите, ну, и через наш, опять же, маркетинг, да, через наши контакты в отусе можно задавать вопросы. У меня бывает спрашивают, если Excel нет, но очень хочется прийти на курс, ну, мы можем поделиться, да, какими-то идеями, да, там, предложениями, мыслями, материалами о том, какие есть, ну, что можно послушать, почитать, чтобы дотянуть свой Excel до нужного уровня и не умереть на курсе. Вот, примерно так. Если говорить про, ну, кусок, да, который у нас остался с вами сегодня к рассмотрению, который я хотела еще дораскрыть, давайте так, поскольку мы вылетаем за время и, возможно, у вас было желание все-таки в рамках тайминга остаться и покинуть корабль, я попрошу всех тех, кто уже успел, да, основную контентную часть послушать и собирается нас покидать, заполнить опросы занятия. Фидбэк мы любим. Я очень с уважением отношусь к фидбэкам по результатам, да, любых и открытых, и неоткрытых уроков, просто потому, что это, опять же, позволяет их менять. Делать лучше, делать приятнее для аудитории и не усыплять людей за полтора часа, а наоборот оживлять, заряжать и радовать. Вот, так что буду признательно за ответ. А пока из того, что я сегодня еще хотела пробежать, да, то есть, ребят, план такой, я думаю, минут еще 5-7 мы с вами потратим, и я запаркованные вопросы тоже доотвечу, так что не переживайте, я про них помню. Давайте вернемся снова в режим полного экрана. Ну, здесь хочется быро-быро, но все-таки важную информацию зашарить о том, что это все еще важно, нужно, и роботы нас не победят. Вакансий много. Естественно, что, да, этот анализ делался, может быть, да, не настолько крутыми дата-аналитиками, которые получатся по выходу с потока, но широким чёсом составить впечатление, да, картинку о том, что происходит на рынке, таким образом можно. И на самом деле, да, я не люблю открытые обзоры ЗП, вот, потому что, как правило, они про погоду на луне, но де-факто общие, да, картинки о том, какое место занимают аналитики, но в данном случае, да, меня не устраивает то, что это вся аналитика, то есть и дата, и бизнес, и системная, может быть, ещё какая-нибудь, и это всё в кучу свалено. Вот, но по факту, если говорить про то, как, да, там разного рода аналитики, размазанные по компенсациям, можно, ну, вполне себе приятные вещи увидеть, и чем не дополнительный мотиватор и стимул, да, то есть в целом, в целом кажется, кажется, что, ну, даже на начальном этапе, приятная вещь, это про Джонова, да, то есть я с трудом себе представляю junior data scientist, да, то есть тут тоже вопросики к хабру на тему того, кого туда отнесли, но, тем не менее, то есть это те вещи, которые в целом какую-то общую картину о уровне компенсации могут вам дать. Если мы посмотрим на парочку примеров вакансий, то мы увидим всё те же наши, да, замечательные вещи про сиквел. Вот сейчас вы уже, да, можете прочитать эту строчку, её осмыслить, да, знание, опыт использования роботеджойнов, вложенные запросы ниже, да, там это могут быть запросы, могут быть СТЕ, оконная функция. Это пункты 1, 2, 3, 4. То есть мы их с вами разобрали на уровне, да, там того, что туда входит, но тем не менее, то есть уже стало чуточку понятнее. Снова, да, мы смотрим на дата аналитика, сиквел, прости господи, продвинутый Excel, но на самом деле к вопросу, да, был вопрос про ВБА, вернее, коммент про макросы и про VBA, но я не могу сказать, что, да, именно сиквел приближает к вас к написанию макросов прям существенно, но это всё-таки язык программирования, и Visual Basic for Applications, который здесь лежит в основе, он тоже язык программирования, и общие паттерны там есть. Мне доводилось писать макросы, опять же, в ту пору, когда я ещё не знала, что всё это можно делать в BI, да, в Tableau, Power BI, Click, Data Lens и так далее, но так или иначе, то есть эта штука живучая, она всё ещё есть во многих российских компаниях, и в целом сознание будет более готово к макросам, если вдруг вам это будет нужно. Но на самом деле, если дата аналитик пишет сиквел-код хорошо, VBA ему будет скорее не нужен, чем нужен. Не видела я в реально свежих вакансиях много вот этого. Вот Excel всё ещё есть, потому что многие визуализации делают в Excel, поэтому приходится выживать. Опять же, да, обратите внимание, опыт работы с базами данных MySQL, MariaDB, почему-то SQL Python отдельно через запятую, это к вопросу про то, что далеко не всегда тех стек в личных вакансиях, указан людьми, которые в этом, ну, написан людьми, которые в этом достаточно хорошо разбираются. Обратите внимание теперь, наверное, даже не столько на скиллсет, сколько на, ну, вот, разницу в суммах. Ну, опять же, да, компании рандомные разные, с разными масштабами и так далее, но опыт в качестве, опыт работы в качестве дата аналитика от двух лет, не 10, не 20, два года. Ну, то есть это уже как бы уровень. И по факту, если мы говорим, да, про скиллы, ну, SQL сложные запросы, очень зависит. Может оказаться, что SQL сложные запросы в понимании этого работодателя это пункт 3 из нашего самого списка. Все очень-очень субъективно и индивидуально, и это еще один аргумент в пользу того, почему я прям рекомендую проходить технические интервью, не дожидаясь, когда вот яблочко созреет окончательно. То есть просто это будет ваш собственный, да, момент роста вот в том, в той же среде, в которой я потом работаю. Собственно, подводя итоги, да, нашего с вами сегодняшнего занятия, мы поговорили про SQL как явление и поняли, зачем он нам нужен. Мы немножечко буквально, да, коснулись совсем вот поверхностно теории и поговорили о том, какой есть инструментарий, да, то есть чего есть бесплатное, чего есть потенциально платное, как с этим можно работать. Ну, я думаю, что за короткое, но, я надеюсь, очень емкое демо, мы поняли, что базовые запросы пишутся несложно, и на самом деле нам, мы практически на очень упрощенном английском объясняем субъект, что мы от нее хотим. К большому счету все, да, в рамках базовых запросов, оно несложно, оно требует просто чуточку практики, и опять же, как мы с вами проговорили, самому это освоить точно можно, но я, пользуясь случаем, естественно, приглашаю вас присоединиться к нашему потоку, просто потому, что будет, ну, с учетом тех примеров, которые получилось набрать к этому запуску, будет интересно. Просто получится посмотреть на примеры из реальных компаний, да, причем компаний разных, поскольку в команде курс 4 преподавателя из разных сфер, и мы собрали и принесли то, с чем мы сейчас работаем сами, вот, так что будет, как минимум, не скучно. Окей, это, собственно, наш с вами финальный слайд, и я, как обещала, возвращаюсь к вопросам из чата. Если еще что-то есть спросить, пожалуйста, давайте, давайте, чтобы как раз-таки дилей на трансляцию успел прочихаться, и, собственно, мы с вами успели ответить на все. Так, смотрите, значит, сначала сиквел у АСТ вопроса по поводу, вот свеженький был вопросик по поводу не писать энерджой в запросе, а просто указать несколько столбцов. А вот тут интересно, то есть, если вы про классику и про просто select from table 1, запятая table 2, не каждая с UBD сможет так сделать. То есть, ну, и тип джойна, да, который мы в этой ситуации получим, это целая отдельная задачка для технического интервью, кстати, довольно каверзная. То есть, в случае с нетленной классикой типа Oracle, в частности, да, такой запрос написать будет можно, он выполнится, вернет нам перемножение всех строк, и мы будем счастливо созерцать результат, не будучи уверены в том, что именно он нам был нужен. Если, ну, опять же, да, в зависимости от SUBD, если мы напишем просто join, не указывая его тип, скорее всего, это будет inner, но не факт. Вот, опять же, да, здесь всегда нужно следить за тем, где, в какой среде мы работаем, чего там синтаксисом и с написанием команд. Иногда, ну, тут все зависит от степени дружелюбия среды, то есть, вот, отвечая, комментируя, да, вопрос про SQL Postgres сам поймет, что нужно сделать. Вертика, в частности, если ты ей говоришь, группа 1, 2, 3, да, и это соответствует номерам столбцов, по которым я хочу группировку, она добрая, хорошая, она мне это все сгруппирует. SQL Server мне скажет, иди в пень, назови мне столбцы по именам. Ну, то есть, это банальная какая-то мелочь, да, но тем не менее, это одна из тех мелочей, которые могут сперва выгадать вступор на тему, почему не работает мой запрос, стопудово все так. То, что касается рекомендаций по ресурсам, да, Андрей, спасибо за вопрос. Ну, в частности, да, в рамках курса мы будем обращаться вот как раз к, сейчас я пролистаюсь до нужного места, если вы посмотрите на вот эти вот три задачника, там одновременно и немножко теории на эту тему есть. То есть, в общем-то, там перечислены основные команды с юскейсами, которые вам помогут сориентироваться в том, зачем это все. Учебники, ну, есть большой классический труд по SQL Server, в частности, но на самом деле я их намеренно не стала, да, там каким-то списком литературы выводить сюда, просто потому, что это долго. То есть, именно с точки зрения вот учебников, там, как правило, воды такие литры, что прям обидно за вас. Так что я думаю, вот парочкой ссылок ограничусь и дальше, я думаю, глядя на них, уже будет легче сориентироваться в том, что искать. Ну и приходите на курс. Три урока и уже, в принципе, половина учебника у нас в кармане. Окей, я обещала ответить на вопрос про искусственный интеллект, да, и про даталенсы импортозамещения в BI. То, что касается импортозамещения, на самом деле мы довольно неплохо сейчас выглядим, да, ну, вся индустрия визуализации, несмотря на то, что была какая-то временная паника на тему того, ой, большая тройка решений для датавиза, табло, поварбя и клик ушли из России, мы все умрем, у нас больше не будет красивых дашбордов. Ну, как бы, это не так, просто потому, что, во-первых, они все еще работают, да, ну, как бы, при желании или готовности компании идти на определенные риски, да, прикручивать определенные обходные пути. Полно российских, ну, ладно, не полно, но есть по-прежнему российские компании, которые как работали на табло, так и работают. И в целом никуда этот пункт, да, меню не девается. К сожалению, чисто импортозамещающие продукты недостаточно хороши для того, чтобы большую классную корпоративную аналитику делать с их помощью. В каком-то смысле Excel и, да, модуль аналитики в 1С вполне себе, ну, импортозамещают какой-то базовый кластер визуализации, то здесь в этом плане проблем нет. Что здесь хочется отметить, да, вот про даталенсы по табло. Мы учим на табло, потому что табло максимально нежный входной порог. То есть именно не возненавидеть, да, датавиз, если даже вы не собираетесь именно датавизом заниматься, легче всего таким образом. Так же, как и с диалектами SQL, научившись работать в одном BI-туле, да, с одной системой визуализации, вы потом новые будете понимать, осваивать в, ну, в разы быстрее. То есть предыдущий открытый урок у меня был, если на YouTube, на страничке Otus гляните, можно будет убедиться. Я брала Яндекс.Даталенс, Google.Датстудио и табло в качестве просто трех параллельных, ну, типа сеанса одновременной игры, да, то есть мы берем одни и те же данные, коннектимся к ним в трех тулах и смотрим, похожи они между собой, ну, как они похожи, да, и насколько быстро можно одно и то же делать в трех разных системах. То есть, в принципе, это все дело взаимозаменяемо, и здесь главное научить учиться, вот, и дальше оно пойдет достаточно бодро. Это то, что касается, ну, замены, то есть прямо сейчас Яндекс.Даталенс табло заменить не сможет, просто потому, что он еще маленький, у него детские ошибки, он молодой, но перспективный. То есть, как бы, мне кажется, что перспективы есть, если Яндекс на него не забьет, будет хорошо. Вот. Минусы – это то, что многие такие импортозамещающие штуки, да, типа той же даталинзы, они облачные. Далеко не все компании в России готовы что-то куда-то отправлять свои данные, и поэтому облачные решения идут в пень, в противовес каким-то локально установленным серверным решениям. Российских BI-ов, ну, еще пяток можно наскрести из тех, которые вполне себе работают, ну, вот на каком-то уровне, который не даст нам умереть без аналитики. Это уже хорошо. Ну, как бы, опять же, возвращаясь к теме аналитика данных, да, и SQL-запросы, и Python-скрипты, которые мы можем использовать как для анализа, так и для визуализации данных, вообще не импорт, не страдают от импорта, не замещения, потому что живее всех живых, там некому никуда уходить, свободное ПО. Да, это касательно датавиза. Ну, и про искусственный интеллект, на самом деле, здесь, ну, классно, что есть возможность, да, в режиме живого практически диалога пообщаться с тем же ЧАД-ЖПТ, позадавать вопросы, получить какие-то краткие содержания литературных произведений, даже целых научных теорий. Мне нравится, что такие штуки появляются, что они стали гораздо более качественными, чем, естественно, там, 5 или 10 лет назад, и на самом деле, с точки зрения именно работы с большими данными, да, это все наши большие помощники. То есть, если вы будете в дальнейшем, да, из дата-аналитики, хотите трансформироваться в дата-сайентиста или машин-лёрнинг-инженера, ну, опять же, я как абсолютный гуманитарий по происхождению, честно могу сказать, что пределов нет при желании, так что не обязательно думать, что ты должен родиться математиком, и только тогда ты был сайентист. Не совсем так. Вот, в общем, и искусственный интеллект, да, в любом его проявлении, ну, вот какие-то вещи про разбор неструктурированной информации, поиск закономерностей, всякое такое, это важно, это нам экономит время. Но именно анализ с точки зрения постановки правильных вопросов, да, то есть все и методы, все про машин-лёрнинг, оно по-прежнему сильно зависит от качества дата-сета, то есть нельзя просто кинуться каким-то, да, куском данных, прям взятым из системы, и получить качественный ответ. То есть на это способны еще очень мало инструментов, и еще приличное количество времени мы с вами в такой реальности будем жить, то есть то место, где как раз нужен человек, который посмотрит на данные критические, который поймет, да, что есть выбросы, что есть какие-то нюансы, да, в этих данных, что, ну, в частности, да, любимая боль и ошибка дата-аналитика, это когда тебе в запрос положили пустоту в кавычках вместо нула неопределенного значения, ты долбишься, пытаясь понять, чего у тебя запрос не работает. То есть, ну, вот какие-то такие вещи, которые искусственному интеллекту ты пока что, ну, объяснить заранее все варианты таких косяков сможешь сильно вряд ли. Вот, поэтому посмотрим, что будет через пять лет. Может быть, не знаю, я, конечно, недостаточно оптимистично смотрю на темпы развития, но это прикольно. То есть нейросети, да, там, анализируют натуральный язык, рисуют визуальные образы из песен, из литературных произведений. Был недавно нашумевший проект, проект не проект, ну, в общем, арты про города. Да. Вот, я уж не знаю, что за датасет в них, ну, в этой нейросеточке скармливали, что некоторые города получились прям такими с топором. Но, тем не менее, то есть это прикольные эксперименты. И, опять же, работая в области аналитики данных, ты в них прям смотришь. То есть это часть твоей профессии, это часть твоего интереса и это часть твоего развития в том числе. То есть, ну, вот чем прекрасно, да, тем, что у нас есть как минимум 4-5 путей, куда расти дальше. Так что за сим я и так пересидела ваше время. Вот, поэтому еще раз финально прошу вас написать в случае, если есть какие-то вопросы. И начну благодарить за внимание и, собственно, за заданные вопросы. Так что давайте. Моя минутная задержка трансляции, я думаю. И я проверяю чатик, еще раз обновляю, что мы точно никого не потеряли, никого не обделили, никого не забыли. А то был один такой прикольный момент, когда задержка была что-то минут 4-5, интернет был плохой, и вопросы в меня долетели, когда я уже завершила трансляцию, было обидно. Хочется же на все ответить. Спасибо большое, ребята, за то, что пришли, за то, что были активными, задавали вопросы. Я надеюсь, мы с вами встретимся еще как минимум в рамках открытых уроков, как максимум на курсе, потому что, в общем-то, я тоже участвую в курсе как преподаватель, не только как архитектор и руководитель этого всего дела. Так что, как минимум, до встречи на разного рода мероприятиях, и я желаю вам стойкости, уверенности и, наверное, вот этой самой целеустремленности на пути, который вы видите для себя сейчас. Спасибо большое за внимание, всем хорошего вечера и ура! Спасибо за внимание!